Сокращение очередей в детские сады является сегодня едва ли не главной задачей, стоящей перед местной властью. Этот вопрос постоянно поднимается и на федеральном, и на областном уровне. Для его решения строятся новые и реконструируются уже имеющиеся дошкольные образовательные учреждения, предлагаются различные схемы оптимизации посещения, организуются дополнительные группы. И тем не менее проблема еще до конца не решена. Вместе с тем, имеющиеся детские сады нередко стоят полупустыми. Особого секрета в этом парадоксе нет. На основании анализа, освоения основных общеобразовательных программ дошкольного образования за два года, за 2014-2015, посещаемость детьми муниципальных дошкольных образовательных учреждений нашего района в среднем составила 155 дней в году. Это 62,7% от 247 дней. Таким образом, часть детей дошкольного возраста почти половину времени детский сад не посещает. Во многих случаях уважительных причин для этого нет. И получается, что так необходимые кому-то детсадовские места по полгода пустуют. Между тем, каждое такое место обходится бюджету района ежегодно в 127 тысяч рублей. На Совете депутатов прозвучало предложение установить минимальное число посещений на уровне 180 в год. В случае отсутствия ребенка в образовательном учреждении более пяти дней подряд, без уважительной причины, либо пропуски посещения ребенком в образовательном учреждении более 20 дней в течение учебного года, ребенок будет переведен в группу к редковременного пребывания на основании приказа руководителя общеобразовательного учреждения. По любому поводу дети гуляют. Бабушки приехали, дедушки приехали, у нас группа заходят. Иногда из 25 человек 9 человек в наличии. И до обеда, и после, и в понедельник, и в пятницу. Вот такое халатное отношение посещаемости при такой у нас знаковой очередности. Это достаточно жесткая мера наверняка не у всех, у кого уже есть заветное место в детском саду, встретит понимание. Однако ее, безусловно, поддержат очередники. Тем более, что за пропуски по уважительным причинам, например, по болезни, из-за карантина или отпуска родителей, никто переводить ребенка в группу к кратковременного пребывания не станет. Коллеги, действительно, мы пытаемся бороться с большим количеством прогульщиков. Дети не ходят в детский сад, бывает по 6 месяцев, а кто-то в очереди стоит несколько лет и попасть в детский садик не может. Поэтому, с точки зрения дисциплины самих родителей, прежде всего, мы пытаемся создать вот такие барьеры. Совет депутатов поддержал эту инициативу в целом, поручив администрации и управлению образования детально проработать вопрос в соответствии с действующим законодательством. Петр Горохов, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова». Сейчас же я низкорю latte. Подписывайтесь на мой канал. , Продолжение следует...